Всем привет! Вы слушаете подкаст Порно, развлекательный проект о порноиндустрии. И в студии сегодня с вами ваши ведущие. Дарья, это я и мои дорогие друзья и коллеги Паша. Вечер добрый. И Серёжа. Ну, наконец-таки всем вам привет. Слушайте, парни, только мы успели обсудить коронавирусное порно, как я заболела коронавирусом. Поэтому, если кто-то из наших слушателей очень сильно переживал, почему наши выпуски не выходят, как обычно, по пятницам, не скрашивают ваши вечера и ночи, то вот вам ответ. Да, слегла с короной, пришлось как-то ретироваться. Переосмысление пришло коронавирусного порно после того, как ты занялась этим этичным коронавирусным продакшеном. Нет, я просто мастурбировала. Фу, неинтересно. Как говорится, болезнь болезнью, опорно по расписанию. Это, знаете, вот хороший совет дают людям, которые болеют, да, нужно продолжать жизнью на полную катушку. Особенно в коронавирус, когда всё болит, ничего не хочется, теряешь жажду к жизни, жажду к сексу, жажду к работе, к еде, вообще абсолютно ко всему. Нужно максимально держать фокус внимания на важном. Ну, тогда принимается, раз ты уже потратила это время с пользой и по целевому, собственно, назначению, значит, всё хорошо. Именно так я и провела время. Но я здорова, так что не переживайте, запахи ещё не вернулись полностью, но духи свои уже чувствую. На самом деле, очень классно не иметь запахи, потому что, ну, то есть их не было от слова совсем, то есть вообще никаких запахов, абсолютно. И ты такая, то есть даже утром просыпаешься, обычно во рту там такой налёт утренний, знаете, ну, вот этот вот типичный омбре. Ты не чувствуешь ни запаха этого всего, и вкуса этого тоже не чувствуешь. Поэтому я просыпалась каждый день, думала, господи, мой рот просто готов ко всему. Максимально боевая готовность. Так что... Ну, только зубы всё равно надо чистить, наверное. Все просто говорят, что это самое хреновое в коронавирусе, что ты теряешь вкус и запах. А я вам скажу, ребята, что это было самое лучшее в коронавирусе. А как же кушаться без запахов и вкусов? Ну, да, конечно, кушаться не очень вкусно без вкусов, потому что я чувствовала только солёное и сладкое, и кислое. Я вот купила какой-то просто ебейший йогурт, и я его ела, и поняла, что он абсолютно невкусный. Вот, но... Зачем переплачивать? Да, но жажда вкусной еды всё равно не пропала никуда, поэтому я ела много всего вкусного. Ну, я по памяти помню, что это вкусно. Но не иметь запахи в каком-то смысле мне даже понравилось, потому что ты живёшь и абсолютно не знаешь, что вокруг тебя есть какие-то неприятные запахи или какие-то странные запахи. Поэтому предлагаю свернуть уже мой рассказ о коронавирусе и перейти к тому, как у вас дела. Что вы? Вы вообще скучали по нашему подкасту? Безмерно и невероятно. Я ещё всю неделю вот эту, что тебя не было, ходил в офис и такой, думаю, боже мой, как же грустно. И плакали. Да? Слушатели подумают, что вы из себя выдавливаете. Да, мы очень скучали. Хотя по вашим лицам же видно, что вы скучали. Что скучали. Ну, так и есть. Ну, ладно. Мы сегодня с ребятами будем говорить про феномен Милф. Так как очень, конечно, наши сердца волнуются по этому вопросу. Но прежде чем мы обсудим эту тему, предлагаю послушать, какие новости за это всё время невероятно долго собрал для нас Паша. Вот так так. Действительно. Есть пара новостишек, ребята. Давайте с новостей околоспортивных, включающих в себя различные пикантные подробности. Про украинскую теннисистку Даяну Ястремску. Или Ястремску. Уж не знаю, как правильно. Простите меня, слушатели. Из Украины. Из Украины. Так вот, Даяна была сначала обвинена в том, что она употребляла наркотики. Но в ходе разбирательства девушке удалось доказать, что наркотики попали в её тело из-за секса. Ввиду того, что их принимал её парень. А сама спортсменка об этом и не знала. Вот такой вот прецедент. То есть ты... Не просто так. Говоришь, что твоё тело – это храм. Что ты, значит... Твоё тело – твоё дело. Значит, это не ты курил, а пацаны рядом курили, а ты рядом стоял. А получается так, что вот ещё вообще неожиданно прийти, может, откуда не ждали. Ну да. Слушайте, от этого секс без презерватива стал ещё более опасным. То есть мало ли с чем... А здесь он придёт с плохими намерениями, и они передадутся. А если с плохим настроением? А если с кармой плохой? А если посерьёзнее подумать, и он мог принять препараты какие-то, на которые у неё аллергия, или они там вызывают какие-то реакции? Да. Клубнику, например. Глютен. А, клубника – это препарат. Ну то есть вообще, мир полонапасный. Я тебя умоляю. Личностный свой опыт не надо переносить на профессиональные вещи. Я тебя умоляю. Ну что вы что? Мы наслушались, наслушались. Вот, поэтому, значит, даяние удачи в спорте и проверять заранее парня на предыдущие употребление наркотиков. Интересно, у неё в процессе приход был какой-нибудь? А что он там... А, наркотики. Загадка. А ведь, по идее... Приход, да. Ну тоже, вот в каком же... в какой дозировке должны быть приняты человеком наркотики, чтобы, извините, через половой акт передалась такая доза его партнёрши, чтобы она словила кайф? Подождите, может, он не носом занюхивал просто? Может быть. Всем, чем мог? А так можно? Ну, я не знаю, вы же обладатели... Чего? Членов. Да. Не я. Я бы полагаю... А, ты имеешь в виду, акунул и понеслась? Ну, либо там как-то... Это как, типа, в тяжёлой атлетике руки в тальк окунуть, чтобы там не скользило. Да, да, да. Ну, мало ли чем они там развлекались. Примерно так. У этих у богатых, у них же куча всяких странных девиаций и перверсий. Это да. Им бы только вот это вот хлебом не кормить, да и перверсии какие-то поймете. Я вот недавно буквально из Меретинского вернулся, там яхта припаркованная, интересно, я вот недавно там тусанул, вообще очень много этих... Просто новости от Серёжи, он просто хвастается. Да, я просто много, знаешь, примочек богатой жизни повидал. Ну, понятно. Так, ладно, хотите ещё одну новость или всё, уже потеряли интерес? Нет. Опять спортивное, между прочим. Значит, в чемпионате Норвегии по футболу громкий скандал. 12 футболистов Брана, кстати, один из хедлайнеров раньше был норвежского футбола, а сейчас занимает последнее место после первой части сезона. Я помню только Руссенборг, честно говоря. Так вот, значит, 12 футболистов данной футбольной команды приехали на домашний стадион, привели несколько девушек и решили поразвлечься. Кутёж на стадионе – продолжение вечеринки, которую игроки начали ещё в городе. Вечером понедельника отмечали подписание нового игрока. Оказавшись на поле, многие занялись сексом и просто весело бегали по полю голышом. Ребята отдыхали более пяти часов и даже забыли, что всё это время их снимают камеры стадиона. Вечеринка вскрылась, хотя все оставили телефоны на входе. Доказательства в фото и видео в открытом доступе нет. Кутёж на стадионе действительно был, подтвердил спортивный директор Брана Джимми Якобсен. Вот он-то повеселился там. Утром мы всерьёз поговорили с футболистами. Конечно, все 12 футболистов получат наказание, но мы не можем их сейчас всех остранить. Про винившихся слишком много. Ну да, 12 это на одного больше, чем весь состав, собственно. Какой-то день Ивана Купала просто. Кажется, серьёзным разговором всё и ограничится. Более жёстких санкций по отношению к игрокам не применят. Конечно, они пытались всех обмануть, но сейчас мы находимся на этапе, когда должны принимать во внимание некоторые человеческие слабости. Теперь их осуждают в СМИ. Этого часто бывает достаточно. Слова главного тренера команды Эрика Хорнеланда. Якобсен, в свою очередь, попросил игроков объясниться перед журналистами, добавив, что боссы клуба дали понять, такое поведение неприемлемо. Они обязаны объяснить ошибки, которые сделали, сказал спортивный директор Брана. Сами игроки тоже не остались в стороне, прокомментировали, собственно, случившееся. Вот, допустим, полузащитник команды Кристофер Бармен. Классное название. На это девки и повелись. Он был одним из участников вечеринки и сильно жалеет о случившемся. Это была ошибка. Я понимаю. Он жалеет, что они просто не отмудохали эту крысу, что слила всю эту информацию. Я понимаю. Какая крыса? Ну, камеры же стояли. Так, камеры-то на этом, на стадионе, это же все видеофайлы были в собственности клуба. Какая-то же мразь их слила. Ага. Так вот, что сказал, значит, Кристофер Бармен? Взболтать, но не смешиваясь. Значит, я понимаю, что люди в городе разочарованы в нас, и я тоже. Надеюсь, что мы сможем держаться вместе, и, возможно, нас простят. Ховбек даже назвал причину, по которой они оказались на поле. Боялись заразиться коронавирусом. Мы не хотели ехать в город из-за инфекции, поэтому думали, что устроим вечеринку в спокойной обстановке на стадионе, но потеряли контроль над собой, объяснил игрок. Франк вышел из-под контроля. В воскресный вечер Бран встречается с середняком чемпионата Санди Фьордом. Какое название классное. Перфект Нордиш. Да, на том самом стадионе. Вроде как закончился в ничью этот матч, несмотря на то, что футболисты Санди Фьорда так весело... Простоволосились. Значит, они не все силы отдали на поле в первый раз. Ну, не совсем правда то, что не просочились фотки и видео в сеть. Они, конечно же, просочились. Я, конечно же, их посмотрел. А нам не сприл. Интересно. В зрелище просто люди где-то в одной кучке что-то там развлекаются, танцуют. Попеременно парочки отходят на 20-30 метров просто на стадионе, который, как вы помните, представляет из себя просто поле. Класс. Где нет ничего. Нет, нет ширм, да? Занимаются там сексом. Городская альтернатива Сеновал. Класс. А после этого спокойно себе возвращаются к компании и продолжают тусить. Ну, то есть, не знаю. Слушайте, это все так тупо. Это выглядит, как, знаете, наказание в пятом классе. Нам так стыдно. Ну, да. Ну, что стыдно? Ну, тусанули. Ну, кутеж небольшой организовали. Ну, как бы, ну, все мы люди. Я вот не понимаю, что, типа, весь город ими разочарован. Да они вообще герои, нихрена себе. Да, а еще это вот слабости человеческие. Мне кажется, поэтому слова этого игрока о том, что, я надеюсь, все это забудут, этот эпизод. Ну, в смысле ты надеешься? Брат, все это запомнили. Если бы это было в моей жизни, я бы вспоминал это постоянно. И на смертном адре, перед тем, как в последний раз вздохнуть в свои легкие воздуха, я бы подумал, в моей жизни была эта тусовка на стадионе. Я прожил ее не зря. Да, ну, конечно, конечно. Вообще глупо, мне кажется, сожалеть. Ну, и ладно. Достаточно с нас спортивных новостей. Вернемся к столпам порноиндустрии и новость про OnlyFans. Выпущено платформой, ну, точнее, не платформой, а компанией, да, которая в том числе владеет OnlyFans, приложение без эротического контента. Сделано это, чтобы попасть в App Store и Google Play. Называется оно OFTV. И, собственно, в нем что происходит? Есть уроки кулинарии, танцев, видеоблоги и сериал собственного производства от OnlyFans. Ничего себе, а? Да. Собственно, все эти видео там отчасти сделаны и постоянными авторами, так скажем, флагманского проекта OnlyFans. Но, тем не менее, контента, фото и видео для взрослых там на данный момент нет. И вроде как не предвидится. Работа над приложением OFTV закончилась еще в январе, но продвигать ее начали в августе, чтобы стать, как говорят создатели нейтральной платформой, подобный Patreon, которая позволяет артистам, музыкантам и авторам монетизировать свое общение с поклонниками. На данный момент в приложении более 800 видеороликов, в том числе сериал собственного производства Unlocked. Подкаста нет еще? В котором, между прочим, есть интервью с бывшей порноактрисой Мией Халифой. Никогда не смирюсь с тем, что она бывшая порноактриса. Вот, обидно. А также актрисой и режиссером Беллой Торн. Ну, как уже я говорил, в приложении есть уроки танцев, кулинарии, медитации, серфинга, видеоблоги, видеозаписи, подкастов. Даша, ответ на твой вопрос. Они нас не позовут. Ну, не знаю, если они говорят, что это для поддержки артистов и талантливых людей, да, не позовут. Слушай, подожди, это все звучит как изначальная концепция OnlyFans. Типа монетизировать свое общение с фанатами, вот так, а не сиськи скидывать и деньги обещанные за это брать. Ну, раньше же хотят сделать как Patreon, только они просто пошли в обратном направлении. В какой-то момент все пошло не туда, да? Сначала сиси-пися, а потом уже и пирожочки. Ну, понятно, расширяют аудиторию, что, рынок, новую долю рынка хотят захватить. Да, компания не планирует вводить плату за доступ к ОФТВ или размещать в приложении рекламу. В июне Bloomberg со ссылкой на источники сообщал, что OnlyFans ведет переговоры об инвестициях. Сервис хочет найти инвесторов, которые помогут платформе привлечь массовую аудиторию, о чем мы и говорим, и избавиться от репутации, связанной с эротическим контентом. Что в этом плохого? Как бы, да. Дела, кстати, у OnlyFans, вы спросите, как вообще идут? А я вам скажу, все хорошо. На 553% выросла прибыль за год до 390 миллионов долларов. Самое время инвестировать. Да, так что и число пользователей, естественно, увеличилось с 20 миллионов в 2019 году до 120 миллионов. Это по статистике за 2020 год, видимо, за 2021. Еще пока рано. Подводить итоги, да. Преждевременно. Ну, а стоимость подписки ежемесячной на хедлайнерский проект OnlyFans от 5 до 50 долларов. И сервис берет 20% комиссии с каждой подписки. Так что, значит, заходи на OFTV, регистрируйся, пока это не стало точно так же стоить, как OnlyFans. Ну, с другой стороны, создатели говорят, что денежки не будут просить, но это же пока. Это же пока. Да, это же пока. Именно так. Мне кажется, ты получаешь доступ к платформе, а потом за какой-нибудь контент, пожалуйста, занеси. Ну, скорее всего, да. Мне кажется, мы отказываемся от флагманского нашего направления. Они не отказываются, просто OFTV отдельный проект, который не связан с эротическим контентом. Я думаю, что все-таки будет там что-то. А как вы инвесторам денежки возвращать будете-то, а? Ну, да, действительно. Деньжа там, денежулечки, бабосики. Ну, там зарабатываем, а здесь как бы отдаем народу то, что причитается. Да чушь какая-то. Слушайте, ну, а вообще вопрос, что неужели у нас нету никакой внятной платформы, я тут задумался, да, там... Википедия. Где можно, соответственно, вот точно так же монетизировать какие-то свои таланты именно не эротического плана, а художественного, музыкального. Ну, YouTube, Spotify. Ты имеешь в виду российского производства или что? Нет, вообще, мультибрендовый. Patreon. Patreon. Patreon, YouTube, Spotify, SoundCloud. Instagram, наверное, в каком-то смысле. Instagram, да, в каком-то смысле тоже. Ну, то есть, в принципе, помимо OFTV, наверное, в этой нише достаточно игроков и, ну, насколько это логично. Это просто логичное, логичное развитие платформы, да, то есть это как вот вышел Clubhouse, через неделю Telegram запускает голосовые чаты. Появились истории в Инстаграме, истории сразу же появились в ВКонтакте. Был Facebook, потом ВКонтакте, все слезало. То есть, ну, есть какая-то бизнес-модель, люди видят, что она работает, что она приносит деньги и, соответственно, повторяют и развиваются в том же направлении. Появились подкасты за рубежом, подкасты появились в России. Поэтому совершенно не мудрено, что, зарабатывая на эротическом контенте, OnlyFans пошли дальше, чтобы отхватить еще какую-то долю рынка. Несмотря на то, сколько конкурентов, если есть спрос, соответственно, нужно готовить предложение. Так что ничего удивительного, друзья, ничего удивительного. Поэтому, дорогие слушатели, если вы когда-нибудь найдете на просторах интернета подкаст «Опорно не связанный с нами», знаете, мы были первыми. Да. Аминь. Ну что, на этой потрясающей ноте мы переходим тогда к нашей основной теме, которая сегодня касается феномена MILF. Мам, I would like to fuck. В простонародье более известно как MILF, да, феномен, на мой взгляд, очень интересный. Его популярность вполне очевидна. У людей очень много разных, не то чтобы девиаций, но много разных фантазий и фетишей. И вот женщина в летах, если вдруг кто-то до сих пор не знает, что такое MILF, да, но все еще сексуальная, обаятельная и активная в плане бастели, это, на мой взгляд, в этом очень много от эмпауэрмента. Если мы так задумаемся, то женщина в любом возрасте может быть сексуальной, женщина в любом возрасте может заниматься сексом, получать от него удовольствие, а не только ради воспроизведения потомства. И в этой связи понятие MILF для меня становится очень современным и очень осознанным. То есть это круто, что мы показываем миру сексуальность в разном возрасте. Но, конечно же, я думаю, вы со мной согласитесь, друзья, что понятие MILF появилось задолго до популярности идеи об эмпауэрменте, поэтому я решила поговорить с вами об интересных моментах, которые связаны с популярностью этого феномена. Конечно, прежде всего, логично в голову приходят всякие фрейдийские идеи, да, о том, что, в принципе, самая первая женщина в фантазии мужчины – это мать, да, то есть потому что, в принципе, мужская сексуальность, с точки зрения психологии формируется по примеру матери. И мать – это первая женщина, которой мальчик, да, может понимать, что такое женщина. И даже вот я помню, когда я работала преподавателем английского, у меня был маленький ученик, который сказал такую фразу. «Когда я вырасту, я женюсь на своей маме». Это было забавно, это был такой детский лепет, но, по сути, если мы перенесём это в плоскость психологии, совершенно понятно, почему это так. Потому что это самая близкая женщина, соответственно, самая любимая, самая привлекательная. И отсюда совершенно понятно, почему многие люди находят феномен MILF очень возбуждающим и, в принципе, добавляют это себе в порнозакладки. Потому что всё, как говорится, из детства идёт. Да, вот, кстати, я всё пытаюсь понять про этот эмпауэрмент, в какой же момент женщины потеряли вот это определение сексуальности. Я теперь догадываюсь, что это с точки зрения ребёнка. Ну, ты смотришь на свою маму и не представляешь, как вообще вот этот человек святой может заниматься такими грязными вещами. Да, совершенно верно. Я вот понял, что именно из этого. Ну, потому что, в принципе, материнство – это про что? Это про заботу, это про воспитание, это про какую-то чистоту. Вот даже сейчас в современной психологии есть вот этот конфликт, когда женщина, она может выполнять роль любовницы или роль матери, когда женщина чересчур заботливо выпадает из отношений сексуальный элемент. И вот психологи часто говорят, что вы попробуете, типа, не исполнять для него роль мамочки, а стать для него женщиной. То есть это же действительно подсознательно связано, что когда женщина не твоя партнёрша не равна с тобой, а выполняет какую-то покровительственную роль, ну, либидо может падать, потому что хотеть мать в глобальном смысле – это, ну, противоестественно, поэтому такой момент происходит. Это связано, конечно, не только с этим, но в этом… То есть это самое логичное объяснение, почему так. Но при этом, одновременно с тем, что хотеть мать – это противоестественно, а хотеть Милфу вроде бы как не свою мать – совершенно естественно и понятно, что, да, вот там… Есть же этот прикол про мамину подругу и всё такое, или там про маму твоего друга. Ну да, это, в принципе же, с точки зрения вообще какой-то морали, даже не особо-то и запрещается. Ну, это как бы чья-то мама, она тебе не родственница и не всё остальное. Ну, во-первых, господа, спасибо, что у нас есть этот подкаст. Из него бы я никогда бы не узнал столько нового и никогда бы не задумывался о том, о чём… Ты задумываешься честненько? Сейчас, да. Потому что для меня Милф – это всегда была категория, исключительно обозначающая возрастной ценз определенных актрис. И я не связывал это ещё с подсознательными желаниями. С своей матерью. Секс – это всё про подсознание. Матерью ваших друзей, близких или кого-то там ещё. Плюс мне иногда очень странно, почему определённых актрис запихивают в жанр Милф, потому что в целом они не выглядят как Милф. Допустим, Пета Йенсен, Пета Дженсен, не знаю, как точно. И так, и так слышал произношение данной фамилии, и она почему-то вот частенько в каких-то подборочках, значит, влетает в этот рейтинг, ну, в качестве примера. Хотя, как по мне, ну да, у неё там достаточно сочная фигура, так скажем. Ну да, она, мне кажется, чисто по габаритам подходит. И исходя из того, что она не подходит там в категорию, условно говоря, там подростковую, тинт, скини и что-нибудь такое, мы вот будем считать, что она Милф. Или когда актрис, которым 23 или 25 говорят, что это уже категория Милф, ты такой, чего, почему? Ну, это какая-то странная, возможно, путаница в категориях, потому что, да, в принципе, ты прав. Есть такой момент, что Милф – это всё-таки категория, показывающая, что здесь там больше 35 лет актрисе. Но это уже, конечно, момент фантазирования. То есть в любом случае порно будет идеализировать картинку и показывать нам женщину, которая хорошо выглядит, которая подтянута, которая, естественно, выглядит моложе, чем стандартная мама твоего там друга, да, условно в 40. Хотя женщины в 40, бывает, выглядят просто совершенно офигенно. Если говорить об актрисах, которые не выглядят на Милф, опять же, это какая-то картинка в голове. Для меня Милф – это весьма конкретный образ. То есть ты видишь по женщине, что ей уже там к 40 годам, но это не значит, что она какая-то старуха или там покрылась морщинами, она всё ещё классно выглядит. Это другая категория. Она уже не юная, да, она зрелая. То есть есть же категории зрелый, да, то есть мейчер, да, совершенно верно. Это всё одно. Просто Милф, если возвращаться к этимологии, да, мам, I would like to fuck, мама, которую я хотел бы трахнуть, условно, то здесь понятная отсылка к тому, что есть какой-то вот этот родительский подтекст. Кстати, между прочим, я вот не знаю, где-то прочитал и всё время принимал за истину, а сейчас вот сомневаюсь в этом, что, собственно, Милф, аббревиатура, пошла с первого американского пирога, с фильма. Тут такая легенда ходит. Там мама Стифлера. Нет, там есть сцена, где, соответственно, в доме Стифлера двое его друзей смотрят на её фотографию и говорят, эту маму я бы трахнул, и переводят это всё в... Ну вот они кричат, эту маму я бы трахнул, эту, а потом М, Я, Б, Т, М, Я, Б, Т. Но это они в переводе на русский кричат, а на оригинальной звуковой дорожке они кричат Милф, 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 то есть... И я, в общем, как-то всегда думал, что эта категория обрела своё название именно с этим фильмом. Ну, вполне вероятно, да. Если мы расшифровываем эту аббревиатуру как «Мама, I would like to fuck», то да, это скорее оценка к фильму, нежели там есть какой-то некий учёный, ну, да, я предлагаю назвать это так. То есть, скорее всего, там была бы какая-то более научная формулировка, чем вот эта фраза абсолютно бытовая. Ну, просто это масс-культ, и он всё-таки как-то более быстренько даёт чему-то название. Ну да, очень быстро цепляется и, соответственно, забывается, откуда это пошло, просто входит в обиход. Вообще, это, ну, сам феномен Милф – это больше культурный феномен, нежели психологический, просто у него, как у любого культурного феномена, есть какие-то, ну, психологические корни. То есть, в принципе, да, когда человек чем-то увлекается, когда что-то становится мейнстримом или трендом, всегда можно примерно отследить, почему людям вот эта категория, например, интересов кажется привлекательной, да, а вот это, допустим, вызывает отвращение или быстро перегорает к ней интерес. Так и с Милф. То есть, пошло название от фильма, это подхватила массовая культура, люди узнали об этом понятии, это подхватила порноиндустрия, чтобы, соответственно, развивать область этих фантазий, хотя, если уж так положа руку на сердце, интерес к матерям, интерес к взрослым женщинам у мужчин был всегда. Просто поп-культура, она же тоже какой-то закрепляет определенный стереотип, связанный с внешностью. То есть, если мы говорим о том, что понятие Милф пришло к нам из фильма этого великого, да, «Американский пирог», то вспомните, пожалуйста, маму Стифлера, она же офигенно выглядела. И, соответственно, ну, как бы представляем Милфу, мы либо представляем маму Стифлера, либо порнозвезд из этой категории. Мы вряд ли сразу к нам на ум придет чья-то мама, на которую ты когда-то посмотрел с вожживанием. Ну, это если брать поп-культуру. А мы же говорили о том, что тут имеется еще вот этот психологический аспект, что ты хочешь именно взрослую женщину ввиду принадлежности ее там... Да, потому что это запрет, а запрет возбуждает. Но я вспоминаю себя, и у меня таких вот не было. То есть, если она внешне мне не нравится, у меня не было каких-то мыслей чисто потому, что это какой-то запрет и табу. Я не говорю, что это универсально для всех. Я не говорю, что это первостепенно просто в этом ключе. Я думаю, что... Но просто тут даже исключение не то, чтобы подтверждает правила. Ну, абсолютно нет. Просто если мы говорим о том, как оправдать популярность этого феномена, то вот этот пункт, пожалуй, я бы выделила как первый, потому что на это есть психологические и поп-культурные предпосылки. Это бы ты так выделил, а мы бы с Пашей не выделили. Не выделили. Хорошо, тогда перейдем к следующему моему аргументу. Возможно, здесь вы как-то, не знаю, выделитесь. Еще один момент, который мог бы объяснить популярность МИЛФ среди мужчин и даже женщин, я вам так скажу. У меня тоже есть одна любимая МИЛФа. Это то, что вообще МИЛФа в контексте порно это женщина, которая проявляет инициативу. И тут, конечно, нужно пояснение. Нашла, пока готовилась к подкасту, исследование любопытное. Университет Нью-Бранцвика провел следующий эксперимент. Они, значит, проанализировали очень детально сто популярных среди пользователей порноплощадок роликов. В одной половине этих роликов присутствовали МИЛФы, а в другой обычные юные девушки. Выяснилось, что отличие сюжетных линий заключается в том, что в той категории, где были МИЛФы, было женское доминирование. А во второй, соответственно, где были юные девушки, они вели себя достаточно пассивно. И это навело, значит, авторов этого исследования на мысль, что порно с МИЛФами привлекательно для мужчин, потому что одна из мужских фантазий – это как раз-таки женщина, которая в сексе проявляет инициативу. Тут вообще очень интересная целая запутанная паутина психологических и культурных моментов. То есть по классике мы как бы, если сейчас мы не берем в учет все разнообразие сегодняшних сексуальных преференций, ориентаций и прочих моментов, то по классике мужчина в сексе доминирует, и женщина, соответственно, подчиняется, и обоим это как бы нравится. Мужчине нравится доминировать, женщине нравится, что мужчина доминирует. Но якобы есть где-то в подкорке у мужчины такая мысль, что было бы клево, если бы женщина тоже проявляла инициативу, была в какой-то момент настойчивее, чем нам якобы, делаю сейчас в воздушной кавычке, полагается быть. И, собственно, это перекладывается на порно тоже, что порно с МИЛФами – это та область, в которой мужчина может вот эту фантазию реализовать. И еще есть другой момент, который я вычислила в другом исследовании, что мужчины по статистике, тоже это связано с психологией, боятся получить отказ от секса. Ну, это тоже логично объясняется, учитывая, что на вас лежит бремя инициативы, и вы получаете отказ гораздо чаще, чем женщины. То есть есть такое распространенное мнение. Понятно, что есть нюансы, есть примеры обратные, но будем говорить об общем. И, соответственно, МИЛФа – это женщина, которая как бы защищает тебя от этого отказа тем, что она проявляет инициативу. И вот как бы, да, поэтому эта категория стала популярна у мужчин в том числе. Ну вот я сейчас попытаюсь объяснить, как вот этот вот тезис выглядит с точки зрения мужчины. Думаю, Паша со мной согласится. Ну-ка, ну-ка. Когда ты встречаешь женщину, ну, из категории МИЛФ, условно, это же, это все очень сильно завязано на возрасте. Когда тебе там 23, ты встречаешь женщину, ну, лет на 15 старше, ты как бы понимаешь, что эта дама опытная, эта дама, если она не замужняя, а она, если ты встречаешь ее в 23, значит, она, скорее всего, не замужняя. Значит, она хочет секса, испытывает в нем какую-то нехватку, значит, она будет проявлять больше внимания. Не хочется говорить, что она будет доступнее, но так это, в принципе, и есть. И женщины, ну, вот в моей возрастной категории, от 35, это как бы классно, потому что они трахают не твою голову, а тебя. Совершенно верно. Я вот еще о чем подумала, что МИЛФа – это женщина, которая, да вообще даже, ну, не обязательно только МИЛФа, я думаю, что многие женщины и помладше к этому приходят довольно рано. Когда в женщине есть уже некоторая эмоциональная зрелость, она и к вопросам секса подходит совершенно иначе. То есть это не юная, робкая девочка, которая, во-первых, стесняется своего тела, стесняется делать минет или разрешить делать кунилингус, у которой в голове там очень много нельзя и плохо, запретно, стыдно и так далее. Нельзя быть доступной, нельзя быть такой. А женщина зрелая, соответственно, этих стереотипов более или менее лишена. Она четко осознает, что она сексуальна, что у нее есть потребность в сексе, что в этой потребности нет ничего плохого. Она точно знает, что она хочет, что она может, как с ней можно, как с ней нельзя. И, соответственно, я могу сделать вывод, что такая позиция привлекательна для мужчин не только в контексте секса, но и, в принципе, в контексте жизни. И для женщин тоже. То есть для меня, например, всегда является примером и вызывает восхищение женщина, которая четко понимает, что она хочет. И свои желания, скажем так, присваивает. И поэтому MILF в этом плане, наверное, эталон вот этой сексуального вайба этого, что мы видим на экране женщину, которая проявляет инициативу. А чтобы проявить инициативу, нужно как минимум разрешить себе хотеть. Да. Подумал, что комплексный подход должен быть при определении категории MILF. То есть это все-таки, да, отчасти то, что обычно видел я, просто женщина зрелая, да, там, условно говоря, не старая, взрослая, а именно зрелая, но сюда еще люди все-таки включают как атрибут именно категории какой-то подтекст психологический, о чем мы сначала обсудили, да, по первому пункту списка, так скажем. И второй, вот эту вот историю с какой-то инициативой, доминацией легкой там и так далее и тому подобное. Это интересно. То есть, блин, все-таки не каждая, получается, женщина от 35 до 40 MILF, исходя из этого. И не каждая молодая не MILF. Ну да, да, получается, кто-то, в принципе, даже отвечая возрастом или внешностью параметрам другой категории, тем не менее, может вести себя как MILF. Ты, кстати, знаешь, вот мы говорили про внешность, да, и сейчас я подумала о том, что почему это еще может быть привлекательно, потому что в сознании все равно есть стереотип, что, ну, молодая девочка, да, выглядит классно априори, потому что это дано природой. А если зрелая женщина выглядит классно, это добавляет ей плюсов, потому что это значит, что она, во-первых, ну, опять же, воздушные кавычки, хорошо сохранилась, а во-вторых, проделала какую-то работу для того, чтобы так классно выглядеть. И ведь мы всегда говорим, да, вот, ну, это прям фраза, которая подсознательно вот слетает с наших уст. Типа, ого, она для своего возраста выглядит так классно. То есть это какой-то дополнительный, дополнительная эротизация. То есть когда мы видим MILF, мы понимаем, что это женщине, там, от 35 до 40, может, даже больше в некоторых, там, допустим, в случае Лизы Н, да, там уже, сколько ей, 47 лет, 48, 50 лет, даже 50, я не помню, в крайний раз мы записывали про нее. И тут она выглядит, ну, очень сексуально, может, даже иногда гиперсексуально, потому что все-таки в порно немножко этот момент преувеличен. И у тебя накладывается вот эта дополнительная мысль, что я бы хотела заняться с ней сексом, потому что она ничем не уступает молодой девочке, а если учитывать ее опыт, инициативу. Да, она дохрена чего умеет при этом. Да, то есть это дополнительно. И, собственно, про дохрена чего умеет, это мой следующий был вывод, почему это может быть популярно, потому что это опыт. Да, мужчина в этот момент может расслабиться. Все равно, да, вот мы с вами много говорили о том, что в порно фокус все равно больше на мужское удовольствие, что женщина как бы его ублажает. Но тут все еще фокус на мужчине, но как-то совершенно по-другому. То есть женщина его ублажает не потому, что это все нравится мужчинам, что порно сделано для мужчин, а в этот момент мужчина может, в принципе, расслабиться, снять себе вот этот груз, да, патриархальный, что он должен удовлетворять, он должен быть самцом, он может расслабиться и действительно в каком-то смысле, опять же, в воздушной кавычке, быть как вот сыночек, да, то есть она такая опытная с позиции своей бесконечной нежности, любви и заботы, она его, значит, вот ублажает. Ну, при этом, мне кажется, опытная женщина, будь она там милфа-не милфа, она, в принципе, знает, как гарантированно доставит удовольствие мужчине. Да, да. При этом она, ну, я не знаю, как это выглядит с точки зрения зрелой женщины, мне кажется, в процессе она пытается доставить удовольствие себе, когда берет инициативу и уже как бы подспудно, ну, скажем так, между делом доставляет удовольствие мужчине, потому что она сосредотачивается на себе и знает, как гарантированно будет мужику хорошо, потому что все же мужской оргазм – субстанция менее тонкая, чем женский, я бы сказал. Ну, абсолютно верно. И еще, знаете, в классическом, да, порно, где молодая девочка все-таки мужчина направляет этот акт, да, то есть он как бы вроде вставит ее в какие-то позы, там, дает своим телом ей какие-то намеки на то, как нужно именно действовать, и она вроде как бы подчиняется, просто это все выполняет ряд этих действий, и получается какой-то эффект желанный для всех. А с милф как будто бы есть такая фантазия, что женщина сама направляет секс, она сама говорит, как делать, и в том числе для себя, и тем самым снимает с мужчины еще вот эту нагрузку, и он может просто сосредоточиться на том, что сейчас будет классно. К тому же со зрелой женщиной можно расслабиться эмоционально, да, то есть здесь нет никаких там двойных смыслов. Это мы уже, наверное, больше переходим из плоскости порно в плоскость секса, да, где есть какие-то там, ну а что она будет думать, а как бы не ранить ее чувства. Со зрелой женщиной вроде бы как бы эта эмоциональная нагрузка, она спадает. Нет такого уровня ответственности. Ты можешь позволить, то есть это взрослый человек, ты знаешь, что она сама там ответственна за свои оргазмы, за свои реакции и прочее. Ну да, порно с милфой это просто как какого-то рода заместительная терапия для тех, у кого секса с милфой нет. Да. Я вот нашла такую мысль еще в интернете, что милфа это состоявшаяся в жизни женщина, уверенная в себе и достигшая определенных высот в карьере. Такая дама легко направит сексуальный контакт в нужное русло и расскажет, как нужно действовать, чтобы все получили максимальное удовлетворение. Мужчинам это нравится, ведь с такими партнерами они чувствуют себя увереннее и не боятся, что не смогут их удовлетворить. Вот еще один очень важный момент, что с милфой как будто бы момент с удовлетворением выходит на второй план, потому что она удовлетворяет тебя, и для нее это удовольствие самое ценное. Вот если вспомнить там, не знаю, сейчас у меня в голове один из моих любимых роликов с участием милфы, ее, кстати, зовут Сирен де Мэр, если вы знаете, такая рыжая, довольно пышная дама. Ролики, в которых она снимается, их сценарий примерно похожий, то есть есть какие-то молодые парни, которые чаще всего играют либо роль ее сыновей, либо сводных сыновей, либо еще там каких-то молодых, к которым она заглянула. Она как раз-таки приходит и удовлетворяет их, то есть не стоит вопрос о том, что да, вот там он что-то должен для нее сделать. И это, наверное, в каком-то смысле разнообразие для порноиндустрии. Я заслушался просто, как ты рассказываешь, если честно. Понимаю людей, которые любят наш подкаст, просто я бы тоже такое слушал. Просто потому что, да. И все-таки, Сереж, вот ты сказал про безотказность, у меня очень сильно откликается эта мысль. Это еще один вывод, который я сделала, что Милфа... Я не говорил про безотказность, я говорил про доступность. А, доступность, да. Ну, в общем, безотказность – это еще один момент. Мы уже с вами поговорили о том, что у мужчины якобы есть такой страх, хотя он есть не только у мужчины. Но да, вот эта доступность, ничего плохого в ней не вижу, она в каком-то смысле тоже может возбуждать. Нас уже учат как, что доступная женщина – это женщина, которая сексуальна там только первое время, затем она наскучит. Но если мы в контексте порно, где все эти условности и какие-то социальные конструкты не имеют над нами власти, то доступность и безотказность становится сексуальной. И вот Милф – это как раз-таки про это. Нашла еще одну очень интересную цитату. Ее пишет колумнист журнала JQ, которого зовут Тони Парсонс. Звучит она так. «Скучающая, чуткая, благодарная, страстная и опытная. Несложно понять, почему эта дама, то бишь Милф, многие десятилетия была объектом мужских фантазий». И вот эти фразы «скучающая», то есть женщина уже взрослая, уже жизнь повидавшая, и которой не достает секса. Потому что, возможно, у нее есть какой-то муж, который на нее забил. Она там целый день готовит, скучает за барной стойкой дома. И вот эти фантазии, где кто-то там пристроился, или зашел в гости какой-то симпатичный друг ее сына, и они там что-то играют в приставку. Она подает им печенье, горячее молочко, и сама вот это своим... То есть вот эта вот фантазия про то, что она немножко не удовлетворена, но при этом как бы смиренно, покорно ждет. При этом она чуткая и благодарная, потому что в этом возрасте женщина якобы испытывает благодарность ко всему хорошему, что происходит в ее жизни, потому что происходит оно редко. И поэтому для мужчины благодарная женщина наверняка является чем-то очень сексуальным. И при этом она еще чуткая к твоим желаниям, еще сделает тебе хорошо и спасибо скажет. Вообще очень круто. Ты пришел к другу поиграть в приставку, тебе как бы печенек дали и молочка набили. И накормили, и услужили. И спать уложили, получается, да? Получается. И еще мне, конечно, нравится страстное и опытное, потому что, ну, по сути, это правда. Хотя и молодые девушки тоже могут быть страстными и опытными в зависимости от образа жизни и, в принципе, стиля, да? Какой-то парадигмы мышления. То есть как мы развиваемся, как мы набираем навыки. Кто-то, может, там целыми днями гуглит и изучает всякие курсы и приходит к мужчине подготовленной. Вот. Но как бы вроде взрослая женщина должна это все иметь априори, потому что у нее есть опыт. Еще эффект страстности добавляется тем фактом, что она действительно скучающая. Да. Что как бы она такая изголодавшаяся вся из себя и такая бах, и набросилась на тебя. И ты такой ой-ой-ой, что ж ты делаешь, что ж ты продолжай. А вы вообще как? Любите категорию Милф? Да. Я да. Мне нравится. Категорическая да. Ряд актрис прям очень. Какие тебе нравятся? Ну, вообще принятая Лиза Энн весьма хороша. Часто забывают про Джулию Энн. Она уже такая... О, да. Это моя любимая просто. Это просто, да-да-да. Очень так... Ну, она давно в индустрии, и она вот уже приближается, на самом деле, к категории Мейчер, если уж по чесноку. Но типа она до сих пор в порядке. Но она при этом натуралистичнее как-то выглядит, поестественнее. Да. Есть Ава Адамс, очень интересная дама тоже, которая, в принципе, для меня в свое время вот вместе с Лизой Энн как-то открыла категорию. Потом совсем недавно обнаружил даму, которую зовут Анджела Соммерс. У нее нету работ, где бы она с мужчинами, и это придает ей определенный шарф. То есть Милф, да, которая исключительно либо вот... Девочки, наверное, даже про нее не слышат. Либо Трисом, либо что-нибудь вот... Ну, только девочки. Она прям вот очень красивая, во-первых, а во-вторых, она вот такой образ имеет, особенно в последних там своих фильмах. Именно вот такой взрослой, состоявшейся женщины, которая уже там не студентка первого, второго курса. Она вот такая... Возможно, у нее свой бизнес. И она, у нее нет времени на эти ваши фильмы. Мы сейчас серьезными делами тут будем заниматься. Кстати, да, это доказывает тот факт, что не только мужчинам нравятся Милфы, но и женщинам. Я вот тоже, мне очень нравится категория Милфы. Кори Чейз еще мне нравится. Да, Кори Чейз. А вот недавно я занималась тем, что рассматривала, собственно, картинки и знакомилась с порноактрисами в категории Милф, потому что тоже я не всех знаю, у меня есть там пара любимых, и поняла, что многие из них действительно не выглядят как Милфы. То есть, допустим, вот моя любимая Сирина Демер, она выглядит как Милфа. То есть по ней видно, что ей там около 40, может, даже больше. И она в таком вот образе именно чьей-то мамочки. То есть она там вечно в каких-то контекстах, где она там фарточки что-то там дома по дому делает. А есть, допустим, такие люди, как Моника Александр, которая выглядит абсолютно как модель. Она огнищая. И я всё-таки пытаюсь понять, когда же в моей жизни наступил тот момент, и в её жизни тоже, когда она перешла в категорию Милф. А ты стал её, соответственно, смотреть. Но опять же, если рассматривать её как комплексное понятие Милф, которое мы сегодня обсудили, она там по многим критериям не проходит. Но при этом она уже снимается в фильмах, по сюжету которых она чья-то мама. Но при этом, если чья-то мама очень горячая, сексуальная, как мы выяснили, это вполне может стать сюжетом фантазии, желаний и побега в категорию. Кстати говоря, я ещё люблю эту бренди лавку. Бренди лавку. Вот она с Джулией Энн, это мои топ-2. Но Джулия Энн это просто топ-ов-до-топ, потому что она более естественная. Эти смоки айс. Да-да-да. Причём, кстати, бренди лав, она очень часто снимается именно в вот этих вот роликах. Типа, знаешь, там же мамс тич секс, вот это вот всё. Она прям, мне кажется, специализируется на этом. Есть ещё такие... I'm your stepmother. Чем? Ну чем вот это не фетиш? Когда чья-то мама или даже твоя собственная учат тебя урокам секса? Ну это же... Не, вот когда твоя собственная... Извините. А что такие чувствительные? А что такие чувствительные? Ну я просто слабо... Ладно, ладно, давайте говорить о чьей-то, о чьей-то маме. Да, давайте, да. О чьей-то маме. Мам, I would like to fight. Это, как говорится, с друзьями я готов делить что угодно, кроме женщин. Это как бы тоже можешь спроецировать на отца, и мне тоже не нравится такой сценарий. Не будем проецировать. Мне вообще не хочется. Слишком много психологии в этом подкасте. Да, всё-таки... А Феникс-Мария же ещё есть у нас. Вот она была очень хороша лет пять назад, а потом она превратилась в такую женщину-бога-я, и мне перестало нравиться. Чуть-чуть Бальзаковского склада, да? Уже за Бальзаковского. Ага, за Бальзаковский склад. Ой, понятно. В общем, тема оказалась щепетильная. Весьма. Хоть и так много мы с вами... У нас талант добавлять в порно какой-то вот дополнительные смыслы, какую-то расширительную структуру. Мы просто с вами очень глубокие люди. Мне кажется, порно-продюсерам нужно с нами законнектиться, потому что мы можем в порно привнести какие-то новые смыслы и вообще изменить общественное сознание. Но у нас большая миссия, парни, очень-очень тяжёлая, очень важная. Я так считаю. Да, и как раз Ланочка Роудс, которая, как и мы, занимается просветительской деятельностью в отношении порно-индустрии, она тоже переходит в разряд MILF. Да, совершенно верно. А вот вырастет её ребёнок, будет у неё или у него друг, который будет смотреть на Лану Роудс и говорить It's mom, I would like to fuck. Это так прекрасно! На этой ноте я предлагаю нам двигаться к нашей завершающей рубрике и послушать, какой гороскоп приготовил наш порно-глоба Сергеем на эту неделю. Овен Звёзды настаивают, что вам нужно хорошенечко похехать до интима, возможного время и после. Главное, в разгар получасового стендапа вспомнить, ради чего всё начиналось. Отличная комбинация секса и смеха показана в фильмах Brothers. Телец Телец Телецов всю неделю будут интересовать мужчины и женщины в форме. Полицейские, врачи, стюарды, пожарные. Выбор за вами. Смотреть за универсальными перевоплощениями Джонни Синса можно у Reality Kings. Близнецы К вам в голову не придёт ничего, кроме желания скандалов, интрига, расследований. Ничего точного и конструктивного, а потому запоминать номера и заполнять отчёты даже не пытайтесь. Если будет мучить совесть, посмотрите, как работают другие в фильмах DDF Network. Рак Звёзды не очень благосклонны, а потому романтически постельные начинания не закончатся желаемым. Вряд ли дело в вас, просто окружающие немного не в ресурсе. Чтобы посмотреть, как его восполнить, ищите пособие от Passion HD. Лев Львам на неделе будет суждено познать дружескую помощь, хитроумные схемы, необычные сценарии по борьбе с недругами или буквальное сотрудничество в случае неудачи. Подсмотреть и списать, но чтобы непонятно было, можете у Dog House. Дева В девах проснётся ярый кулинар, чьи блюда – настоящий афродизиак. Главное условие – хорошая приправа. За сценариями гастрономических посиделок можете понаблюдать у Бретти Сис. Весы Звёзды требуют осознанности и серьёзности намерений, а потому разовые акции отложите на потом. Для понимания осознанного подхода к жизни включайте кино от Sex Art. Скорпион Скорпионы почувствуют на себе все нюансы собственного характера. Окружающие будут строить бэтбоев и пренебрегать вашим вниманием, но как только вам удастся добиться своего, не упустите шанс отыграться. За наглядными пособиями отправляйтесь к Порн Фиделити. Стрелец Душа будет жаждать адреналина и щекотания нервишек, желательно в общественных местах. Игривое настроение поразлится всю неделю, но поберегите силы и психику, вдруг дети увидят. Постигать искусство невидимости можно через классику от WTF Pass. Козирог На неделе не будет зазорно снизить интеллектуальные требования к окружающим в угоду желанию. Возможно, люди только говорят не очень складно, а со всем остальным полный порядок. В любом случае возможны сюрпризы. Какие? Смотрите у туши. Водолей Энергии в вас неиссякаемый источник, а потому всем вокруг можно посочувствовать. Или порадоваться, вдруг кто-то станет немного счастливее. Как реализуются желания, гляньте у Tonight's Girlfriend. Рыбы Рыб на неделе ждет возможность отдохнуть и выпить до состояния близкого к названию знака. Как водится в приподнятом настроении подходящей компании возможно все. Противиться азарту звезды не рекомендуют, но сценарий Дня студента повторять все же не стоит. А на этом у меня все. звезды на этой неделе для вас сложились именно так. Это был подкаст Порно, развлекательный проект о порноиндустрии. И в студии с вами сегодня обсуждали очень, очень глубокое понятие для порноиндустрии как Милф, Даша, Паша и Сережа. Всем пока. Пока-пока. Пока. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok